Продолжаем читать книгу «Стратегия Эншпиля» Михаила Шерешевского, а именно главу «Не спешить». Разберем пример из партии Рихарда Ретти и Петра Романовского, сыгранной в турнире в Москве в 1925 году. Если мы посмотрим на позицию, то на доске у нас разноцветные слоны, но поскольку кроме слонов имеются ладья, нельзя сказать, что это битая ничья. Если мы будем сравнивать активность фигур, то можно довольно-таки легко заметить, что черный слон ограничен со всех сторон, своими пешками практически, а белый слон имеет как минимум одну свободную диагональ для своих передвижений. То есть, в целом, позиция чуть-чуть в пользу белых. Именно что чуть-чуть и, что очень важно для белых, у черных нет никакой активной контрагры. То есть, черные, конечно, могут напасть там слон Е3 на ладью, но это не активная контрагра, это детсадовское нападение будет. Как раз в таких позициях надо внимательно подумать, как можно усилить свою позицию. Чтобы усилить свою позицию, естественно, надо усилить положение ладьи. И тут выясняется, что если сейчас белые будут медлить, то черные пойдут слон С3, и белая ладья не сможет никак проникнуть в черный лагерь. Пользуясь случаем, хочу напомнить, в каких позициях применяется правило не спешить. То есть, в позициях, где мы имеем небольшой, но постоянный перевес, это как раз разбираемый нами пример, перевес очень небольшой, но соперик ничего с этим не может поделать. В этих позициях у соперика нет плана активизации фигур, тоже верно, там ни ладья, ни слон черных не могут активизироваться. Но вот третий пункт очень важный. В этих позициях соперик не может построить крепость, то есть непроходимую для наших фигур оборону. Если мы посмотрим прямо сейчас, как мы можем подумать с точки зрения черных, как не пустить ладью к нам в лагерь? Да очень просто, пойти слон С3, ладья не сможет попасть на С4, а если она не сможет попасть на С4, она не сможет передвигаться по четвертому ряду. А по второму, третьему и первому ряду ладья к нам, к черным не попадет в лагерь. Соответственно, первый ход мы все-таки спешим, иначе соперник построит крепость. Ну соперник, теперь необходимость в крепости отпала, вот слон С3 вообще проигрывает, да? Соперник подтягивает короля в центр, централизует короля. Как ходят белые? Белые теперь создают просто-напросто угрозу выиграть пешку. Ходом Е3 и на любой ход слона ладья С5. Соперник вынужден защищаться. Ладья С8. Белые ходят Е3, черные ходят слон С3. Теперь, теперь смотрим внимательно на позицию. По-прежнему небольшой перевес остался у белых, да? Потому что черный слон, он немножко выключен из игры, ладья черная привязана к защите пешки С5. То есть позиция фигур белых активнее. В принципе, как-то активизироваться черные не могут. То есть у них нет никаких тактических приемов, которые они к нам могли бы применить. У них нет способа вторгнуться к белым в лагерь, да? И самое главное, что они уже не могут построить крепость. В принципе, белые могут пойти слон Д5, перевести ладью по четвертому ряду и начать атаковать пешки королевского фланга. Например, да? Атакуя либо при поддержке своих пешек, продвижением пешек, вызывая создание слабости, либо просто по младью как-то поколдовать и попробовать либо пешку Аш, либо пешку Ж зацепить. Вот. Как раз в этой позиции идеально подходит правило не спешить. В принципе, ход слон Д5 от нас никуда не уйдет. Даже если мы, не знаю, нарушим все правила и подпрыгнем на месте королем вместо хода, да? Ну что мы смогут сделать черные? Ну пойдут король Е7. Как-то страшно эту позицию не изменят. Значит, мы можем не спешить и заняться улучшением своей пешечной структуры. В принципе, у нас плохо, практически неподвижно, стоит только одна пешка А2. То есть пешки Ж и Аш могут в любой момент прийти в движение, а вот А2 стоит плохо, даже в какой-то мере является отсталой пешкой. Может даже у черных где-то возникнет контрыгра, там перебросить ладью на А6. Ну понятно, что не сейчас, а где-то в будущем. И попробовать выиграть эту пешку. Значит, в соответствии с принципом не спешить, прежде чем мы отправим ладью на подвиги на королевский фланг, мы пойдем А4. А4 мы пойдем, улучшим свою пешку. Бить на проходе нельзя БА из-за хода ладья Ц3. Вот. Соответственно, черные подтягивают короля. Белые просто осуществляют свой план. Пока черные выжидают, белые перебросили ладью на королевский фланг. Ну, черные вынуждены защищаться. Белые улучшают, централизуют своего короля. Да? Черные подтягивают своего короля. Что делают белые? Белые готовят пешечное надвижение. То есть, сейчас белые готовы сделать ходы G4, H4 и G5. После чего будет либо выиграна черная пешка H, либо после размена на G5, HG, HG и хода короля Е7, белая ладья вторгается к черному в лагерь. И, собственно, борьба дальше будет, скорее всего, недолгой. Вот. Черные это увидели и придумали просто гениальную ловушку. Они пошли ладья D7. Казалось бы, ну, ничего страшного. Белые следуют своему плану. Надвижение пешек королевского фланга. Следующий ход H4 и G5. Но черные очень хитро жертвуют пешку на H6. Ну, бить на G6 как-то не очень хорошо. Король G6, и белые ничего не достигли. И дальше уже надвижение пешек ни к чему не приведет. Да? Приходится бить на H6. Да? Ладья вынуждена уходить на H7. И черные создали просто гениальную угрозу мата. GF мат. А на взятие FG следует F5 мат. То есть, белые, ну, как писал позже Ретти, подзевнули эту игру. Да? То есть, зевнули эту контр-игру черных. Как они могли теперь пойти? Как они могли теперь пойти? Они могли, конечно, пойти, например, H3. Да? Сбивая короля с матовой позиции какой-то. Но черные пошли бы король G5. Пусть мат бы белые не ставили. Ну, и на победу тоже им было очень-очень тяжело играть. Да? Вот. Что сделали белые? Они пожертвовали слона. Но получили за слона страшную проходную пешку. Теперь взятие ладьи на H7 приводит просто к проигранному окончанию. Слон-то черный выключен из игры. Черные вынуждены уходить. Но тут белые скушали пешку на H7. И вот что выясняется. На доске две проходные пешки. Пешка G и пешка A. Хочу напомнить момент, из-за которого, собственно, это окончание и попало в книгу Шерешевского. В главу не спешить. Это был момент после третьего хода. После третьего хода черных. Где белые, вместо того, чтобы ходить слон D5 и пропускать ладью на королевский фланг, как они и планировали, чуть-чуть улучшили положение своей пешки. Теперь вот это небольшое улучшение позиции сказалось буквально через 11 ходов. Именно из-за хода A4 на четвертом ходу в этом окончании белые выигрывают партию. Потому что с двумя проходными пешками ладья даже с помощью короля не справятся. Потому что эти пешки слишком отдалены друг от друга. То есть, что сейчас делать черным? Ну, черные побежали за пешкой. Пешка пошла на G7. Черные пошли к королю А6. Что делают белые? Белые просто-напросто нагло ведут себе вторую проходную пешку. Черные пошли. А6 пошли. Ладья D6. Ну, тут сразу стоит сказать, что после ладья D6 белые успевают вообще две связанные соединить. Пойти H4, H5, H6. И потом пойти ладья A8 и превратить пешку G. Но если мы предположим, что ладья бы просто стояла, дежурила по восьмой линии, что бы делали белые? Они выиграли точно так же легко. Они пошли бы. Ладья B7. Бить нельзя. Потому что после разбеда ладей пешку не остановить. То есть, остается, что дежурить тут где-то. Но тогда просто будет подготовлен ход ладья B8. И, соответственно, даже если попытаться пойти так, после хода ладья B8, либо пешка A, либо пешка G превращается в ферзя, и белые элементарно выигрывают. Продолжение следует...